По благословению Патриарха Московского и Всеруси Кирилла в Марфо-Мариинской обители в российской столице прошла научно-общественная конференция «Милосердие в истории. Русский вклад от Крымской войны до Великой». Она посвящена сразу трём событиям. 150-летию со дня рождения Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, 150-летию подписания Женевской конвенции Красного Креста и 100-летию начала Первой мировой войны. Инициаторы мероприятий Елизаветинска-Сергиевское просветительское общество и Марфо-Мариинская обитель «Милосердие» при поддержке правительства города Москвы. Научная конференция собрала историков, богословов, общественных деятелей из Москвы и регионов России. Исследования участников выстраивались вокруг исторических дат, заявленных в названии конференции. Председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехов Зуевский, говоря о войне, сказал. Война, конечно, это не только явление злобы, ненависти и всякого рода зла, но, конечно, война всегда это явление милосердия, явление подвига, самоотверженной любви к тем людям, которые страдают. И, конечно, святая преподобная мученица Елизавета являла такой пример. Невидимая война и найдет всегда. Это война добра и зла. И в этой войне, конечно, святая преподобная мученица возглавляет воинство и сестер милосердия, и воинство святых русских, которые стоят за русскую землю, за правую веру, и тех людей, которые являются людьми доброй воли, благой воли, которые стараются это зло укротить, победить, остановить. В докладе «Россия и Великая война» с новых позиций были рассмотрены причины Первой мировой и поражения. Названы последствия, но главное, на что обратили внимание аудитории, Первую мировую нужно называть не империалистической, а Великой. Россия столкнулась с очень серьезной опасностью, угрозой. Нам была объявлена война со стороны одной из самых сильных держав Германии и ее союзницы Австро-Венгрии. И вот эта война, она как бы мобилизовала весь русский народ, всех россиян, на вот то, чтобы защищать рубежи Родины. Она была священной, она была великой. И в тот период, особенно в первые годы войны, в общем, все слои общества поддержали вот этот патриотический призыв и выступили на защиту Родины. В докладе «Крымская война. Вчера и сегодня» был опровергнут факт, что начал эту войну российский император Николай I. Исследователь утверждает, что война была не только политическая, но и идеологическая. Многое при изучении Крымской войны заставляет задуматься и о дне сегодняшнем. Это тема, которая поможет и подскажет нам, что было вчера, чем мы живем сегодня и, наверное, то, что может быть завтра. Потому что уроки, которые мы должны были вынести из Крымской войны, не были сделаны должным образом ни во второй половине 19 века, ни в советскую эпоху. И настало время это сделать сейчас. Операции надо только на свои силы, а не на союзников. И очень внимательно сосредотачиваться над тем, что мы делаем. Семь раз отмер, один раз отрежу. Всего было сделано около десяти докладов. Это и миротворческая политика последних российских императоров, русская гуманная помощь Сербии, становление сестринского дела в России. Это и обзор фонда комитета Великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию помощи семьям, призванных на войну. На нашей конференции звучали темы, которые назывались, например, «Крымская война вчера и сегодня». Очень много актуальных пассажей из отечественной истории были действительно по-настоящему услышаны и по-новому востребованы нашим обществом сейчас. Давайте друг друга уважать, уважать образ Божий в каждом из нас, уважать политику каждой отдельно взятой страны, уважать каждый народ и стараться достичь того мирного состояния духа, который позволит этому миру жить вечно. Конференция «Новый шаг» в процессе восстановления исторической памяти. И проект, посвященный важнейшим событиям российской истории, предполагает продолжение.